Исполнение муниципального бюджета в нынешних экономических условиях дело непростое. Сложности две. Сначала нужно обеспечить поступление доходов, а затем максимально полно и эффективно израсходовать имеющиеся средства. Доходная часть за первое полугодие исполнена на 44,9%. Или в суммарном выражении из 14 миллиардов и 870 миллионов доход бюджета получено 6 миллиардов 676,1 миллионов рублей. Если доходная часть бюджета в 2015 году около 15 миллиардов рублей, то расходная превышает 17 миллиардов. Двухмиллиардный дефицит планируется покрывать в первую очередь за счет поселений. Это логично, потому что большая часть дефицита скрыта именно в бюджетах поселений. Глава района потребовал немедленно улучшить работу по тем статьям доходов, которые отстают от запланированных показателей. Много было вчера разговоров, много планов, громадье справок. Вот результат. Уже 21 июля сегодня. Как вы собираетесь выходить на планы и показатели, до сих пор непонятно. Конечного документа я не увидел. Завтра в 16 отчитываемся в правительстве. Соответственно, в 3 тогда должен быть на столе у меня конечный документ под названием «Дорожная карта». Как мы выходим по каждому показателю на плановые цифры. Расходы бюджета тоже отстают от плановых величин, но здесь есть один нюанс. Муниципальные контракты, по которым выплачиваются бюджетные средства, закрываются ближе к концу года. Именно тогда, как правило, расходная часть подтягивается к расчетным показателям. Ремонты образовательных учреждений стали вторым ключевым вопросом совещания. На эти работы из бюджета выделяются очень серьезные суммы. 11 поселений Одинцовского муниципального района, 4 городских и 7 сельских, принимают активное участие в ремонтах Одинцов, Барвиха, Никольска, Горицына, Горская, Кубинка, Назаревская, Иршовская, Жавранска, Успенская, Заречья. Ремонтируется 52 муниципальных образовательных учреждения. Как вы сказали, детские садики и школы не будут перечислять. И сюда вошла одна детская и юношеская спортивная школа. В тех случаях, когда работы отстают от намеченных графиков, Андрей Иванов берет ситуацию под личный контроль и переводит ее в режим ручного управления. Выталкиваем в кратчайшие сроки все конкурсы по проектным работам. По горкам я вам информацию дам, если с локтем. Дальше, значит, детский сад по Крылову, еще раз говорю, разбейте сумму на ремонт округлой гимназии, она действительно нуждается. И там спортзал можно ремонтировать, и входную группу, и детские площадки, и стадион. Валерий Михайлович, вы тогда оперативно все последние согласованные сануэсметы выдавайте. Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы развития лыжероллерной трассы и подготовки района к отопительному сезону. Петр Горохов, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова